друзья мои всем привет у меня сегодня такой знаете день день полива ревизии тогда орхидей сделала им всем ревизию посчитала переставила в общем такой вот день был просмотра всех орхидей потому что я думала знаете просто полить но потом решила все орхидей пересмотр пересмотреть по поводу вот этого грибка резактониоза ну не знаю вроде бы все орхидеи нормальные растут корни не видела я ни у кого из этих своих орхидей которые у меня есть на данный момент чтобы у кого-то сушились корни именно от от шеи не видела знаете сделала перестановку вот поставила всех своих деток подняла на полочку потому что все делают мне замечание мол там на нижней полочке прохладно и надо было бы поднять их поближе к свету наталья мне посоветовала поднять в общем я решила найти не заморачиваться каждую орхидей поднимать я просто их поставила вот в такую вода кашпо можно так сказать для такой групповой посадочки орхидей и просто поставила вот такой вот у меня для выпечки я подставила чуть-чуть приподняла и нижняя полочка у меня получается освободилась на нижней полочке теперь у меня получается два пенечка реанимашка которая пошла в рост и вот недавно пересадила орхидейку она на желтеньким листиком и получается орхидейка тоже уценочка от которой я детку отсаживала пересаживала и отправляла эту детку для ирины вот вообще сегодня такой вот день сегодня день полива был обыкновенной водой и знаете друзья какой вывод я сделала я пробовала по знаете как посмотришь какого-то блогера и думаешь ну применю это и к себе и вот попробовала я полила когда поливала аминокислотами я оставляла вот в таких вот классических посадках значит немножко водички оставляла ну орхидейка выпивала и там на дне оставалась водичка обычно когда если вода не достает до внутреннего горшка то я не всегда выливаю в этот раз я решила попробовать и не выливать думаю ну попробую пока это вода вообще полностью выпарится и тогда думаю буду пальпать сегодня при просмотре этих горшков я сделала вывод что нельзя никакие удобрения или аминокислоты или еще что-либо оставлять на дне горшка нельзя потому что в общем в моем случае это все знаете стало какой-то слизью а если есть еще такие знаете орхидейки которые выпускают к вот бывает до выпускает корни пролазит самое-самый низ горшочка на самое дно то получается они питаются этой слизи в общем я по вымывала все горшки вот видите вот здесь вот на донышке осталось надо сейчас обязательно слить эту воду вот в таких вот ну сюда корни не достают так что это не страшно но если корни есть то лучше не оставлять если вы хотите оставлять вот воду на дне горшочка да на дне кашпо то оставляйте просто чистую воду без всяких удобрений в общем переставила я все свои орхидеи немножечко ну пыталась я поставить знаете как они и росли вот поднялась сюда свою вот это вот змеиную кожу наверх у этой я увидела но я потом позже покажу у нее начал расти корень у этой ремешки знаете что я сегодня сделала вот по наклеивала вот такие вот видите длинные это малярный такой скотч да он очень легко снимается и я решила вот такие вот штучки по наклеивать малярным скотчем и буду подписывать когда поливаю и чем поливая себе сделала такую аббревиатуру например вот это полив на две трети загрузкой вот так вот водички сегодня я так все орхидейки и поливала и закрытую систему потому что они очень хорошо все просохли и такую классическую систему вот так вот на две трети заливала и видите как сделала вот на каждом горшочке такой вот себе напоминалку хотя я конечно записываю каждый раз когда я поливаю себе растения чтобы не забыть в телефоне вот и приблизительно я пишу себе в телефоне тоже напоминалку например когда у меня приблизительно следующие полив но до того полива я обязательно хожу и проверяю все орхидейки в общем вот такая вот у меня сегодня произошла ревизия правда знаете что я полила вот эту вот всю стойку вон наверх поставила заме кулькас потому что здесь опять сделала перестановку поставила опять сюда на место телевизор и вот этот цветок который тут был много чай такой большой я его опять отнесла на балкон потому что очень сильно желтеет листочки у этого мне надо купить палку чуть повыше и его знаете вот так вот приподнять потому что он клонится к свету клонится к свету и вот этот еще у меня надо пересадить видите тоже подвязала потому что выпал с горшка а мне все некогда что я говорила я говорила что я полила вот эту всю полочку да и полила вот эти полочки но окошко свое я не полила окошко будет поливаться завтра потому что в общем всю ту воду которую я отстаиваю для полива орхидей мне не хватило вот этих орхидей вот этот я уже его так кручу так кручу этот вазончик чтобы цветонос не касался знаете не касался окна и все равно он дорастает и касается окна и будут немножко скручены и знаете я так и не поставила вот эти вот держатели я вообще не знаю ставить их не ставить у меня какой-то в этот раз двоякая такое в общем уже когда наверно будут цвести я буду смотреть если сильно тяжелые цветы то наверно все таки придется ставить эти держатели у тех у кого стоят держатели таки и стоят друзья я их и не убирала что еще хотела сказать а сделала вот видите перестановку кларидетром поставила сюда за микулька свой мой видели орхидейки которые стоят у меня на балконе они таки стоят еще потому что еще этот карантин продолжается ну хотя бы надо выдержать хотя бы 21 день да поэтому еще карантин продолжается и сюда я их не поставила кстати я завтра буду подливать вот эти вот растения и подалью наверное и те свои растения смотрите как быстро начала расти у горизонта до продолжения цветоносов вот это тоже наконец-то отсушила так долго она держит свои цветочки что я уже психанулой думала срезать думаю ну хватит надо что-то новенькое она решила смотрите и здесь выпустила вот видите вот цветонос и здесь выпустила ну наверное вот эти все цветочки она осушит ну когда я увидела и конечно знаете придержала ножницы и решила не срезать эту красоту до сегодня я еще убрала елку поставила стол себе как всегда здесь мой стол стоит и сюда я ставлю орхидейки и вот занимаясь этими орхидейками смотрите вот какая у меня температура на этой полочке 22 градуса 40 процентов влажности но сегодня я их уже не буду опрыскивать вернее потому что я их поливала вот они у меня все политые может быть так через денечек через два буду опрыскивать и если будет очень маленькая влажность то я буду повышать как я повышаю влажность влажность друзья я вам показывала вот-вот откроется смотрите вот этот бутончик уже я очень жду как только откроется я вам покажу вот так знаете каждый каждый день выходишь заглядываешь к этим орхидейками думаешь боже ну поскорее поскорее уже пожалуйста давайте открываетесь потому что наверху он тоже видите стоит вот этот цветочек я вам показывала до его на днях как открывается вот эта красота первая вот эти свежие да они такие яркие сочные и так а жду за понимаете аж замирает серго состояние и ты смотришь любуешься в общем даже выговорить слова не могу мысли не могу выговорить свои когда как мне нравится когда начинается вот это вот цветение вот эта красота когда начинается в общем друзья ждем скоро будет цветение обязательно буду вам показывать если вам нравится то пожалуйста подписывайтесь посчитала я свои орхидеи знаете никак не доберу 100 орхидеи у меня сейчас я вам покажу я завела знаете такой дневничок с этого года начну вести для орхидеи сейчас покажу вам вот такую вот тетрадочку завела да вот записала 78 штук орхидеи из них две камбрии два пинка с детками и 9 деток и здесь я значит вот сегодня 12 января я себе вот какие орхидеи как я поливала я себе записала и здесь у меня вот такой вот листочек есть да здесь вот аббревиатура чем я поливаю это чтобы я себе записывала не полностью например прописывал даст там подлила сегодня монокалием фосфатом или монофосфатом калия а вот вот мфк написала например вот у меня такая аббревиатура янтарная кислота там например я поливаю буква я ну в общем вот так вот друзья вот такого вот у меня сегодня на эти занятия с орхидеями ну а теперь можно сесть и полюбоваться на свои джунгли немножко отдохнуть чай правда я уже только что выпила так что буду теперь отдыхать можно было бы конечно начать поливать еще и окно там у меня пару бутылочек но я думаю что те пару бутылочек бы мне не хватило найти там сколько по моему 6 или 7 растений стоит вот и вообще уже пол шестого вечера уже как бы поздновато на ночь не хочется их поливать поэтому я решила перенести это знаете такое удовольствие себе на завтра этом буду я заканчивать свои видео рассказала вам чем сегодня занималась вот если вам понравилось видео вы можете поддержать и поставить лайк или пишите комментарии как вы ведете учет ведете ли вы вообще учет своих каких-то орхидеи может быть каких-то отдельных орхидей может быть вы как-то как вы ведете вот записываете ли вы когда и чем и как вы поливаете свои растения потому что у меня всегда полив происходит разные иногда я вот заливаю до на две трети горшка орхидеи иногда я делаю просто пролив иногда вообще могу обрызгать по поверхности или листа например опрыскиваю или по поверхности коры ну субстракта до который находится в горшке вот всегда у меня как бы в течение вот этих двух недель или трех до между поливами такими основательными у меня еще какое-то вот идет или там опрыскивание или еще что-то я делаю с орхидеями и для того чтобы не забыть что конкретно с какой орхидеи я сделала я решила я вообще этим уже давно занимаюсь записываю да но я решила с этого года так вы знаете основательно заняться вот такими записями чтобы на будущее знать чем орхидея болела например как я ее лечила чем я ее лечила когда она у меня зацвела сколько она у меня процвела насколько цветочков процвела чтоб все конкретно знать об этой орхидеи и так лучше будет и запоминаться и знаете вот наблюдение так более как-то мне кажется усваивается и занимаетесь ли вы таким или нет так что пишите друзья мне будет очень интересно почитать ваши комментарии на этом все желаю вам всего самого наилучшего мирного неба над головой вам берегите себя берегите своих родных и берегите свои растения всем пока пока до следующего видео